Живопись, музыка, вышивка, ремесла. Целая палитра культурных событий за два дня. Гости из Вуктыла открыли многогранность народного творчества столичной публики. В Сыктывкаре провели Дни культуры городского округа. Причем впервые за много лет. В этом году события посвятили столетию Коми. К нему участники готовились чуть ли не с сентября. Виктория Денисова побывала в числе зрителей. Фигурки из глины, поделки из меха, бумаги и картона, народные костюмы ручной работы и, конечно же, картины. Всего около трех сотен работ. Каждая сделана руками детей. Дни культуры Вуктыла открыла выставка воспитанников местной художественной школы. Здесь наши флора и фауна, герои национального эпоса, жители с севера, такие, какими их видят дети. Здесь же по соседству с детскими рисунками разместились картины именитых вуктыльских художников. Вот, к примеру, одна из них. Работа Валентина Лавренко «Озеро в Бару» выполнена маслом. Также у нас продолжает работать фотозона, и вы сможете сфотографироваться возле красивого дерева, получить подарки с этого дерева, оставить свои пожелания нашей республике, что вы хотите, чтобы наша республика имела здоровье, счастье, удачу, благополучие. И также вы сможете сфотографироваться в коме народных костюмов. После музыкальная пауза. Классические и народные инструменты, сольные выступления и коллективные. Главное, все виртуально. Со столичной публикой своим творчеством поделились и вуктыльские музыканты. В концерте участвуют все, как дети, так и взрослые. Кто плетет корзинки из рогоза, кто мастерит украшения из бисера и керамики – все своими руками. На дни культуры в Сыктывкар приехали и умельцы из вуктыла. Себя показать, да и других научить. Мы будем показывать мастер-класс «Коку-пеленашку». Это оберег, который в давние времена изготавливали родители для своих детей. То есть это был оберег. Клалась она в колыбельку или в колясочку. Но раньше не было колясок. В люлечку. Вот такие вот куколки. Мастер-классы для всех и каждого. Мире Жилиной всего три года. Однако опробовать она себя успела уже почти во всем. Сперва куклу сама сделала, теперь разрисовывает будущий значок. Помню, какая куколка. А еще рисовала, да, что-то? Дева. Только что красками рисовала ты? Ты расскажи по-разному. Кто-то какой мне золотой. Собрать все, чем богат округ, и затем показать это окружающим – такова цель Дней культуры. А потому и программа разнообразная. От выставок до масштабных представлений. К слову о последнем. Подытожил Дни культуры гала-концерт. В Сыктывкар приехали лучшие творческие коллективы города. Некоторые выходцы из округа прибыли сюда даже из-за пределов республики. Дни культуры округов, посвященные столетию, это потрясающее мероприятие. У каждого муниципалитета появляется возможность представить столичным зрителям, среди которых много выходцев из территории, представить свою культуру, показать то, чем живет муниципалитет. Потому что культура отражает, наверное, в первую очередь такую творческую составляющую, душевность определенную каждого муниципалитета. Коррективы в план проведения внесла пандемия. К организации привлекали в основном взрослых, а потому некоторые номера пришлось перестроить, дабы не нарушить ограничительные меры. Однако на качестве это никак не отразилось. В культурной программе поучаствовали десятки, а то и сотни человек. Это ли не показатель?